Итак, друзья, всем привет! Сегодня у меня будет отзыв на подписку Кинопоиск HD, откуда мне подредили умную колоночку, и там была умная колонка от Яндекса, знаете, такая самая дешевая, от Ирбиса, и в ней была именно подписка на полгода, которым я сейчас, примерно, 4 месяца пользуюсь, и где-то у меня еще осталось, примерно, в районе 2 месяцев. Я буду сравнивать, я сейчас расскажу вам свое впечатление о Кинопоиске HD, кстати, это не реклама, друзья, у меня есть, смотрите, я не продался и не рекламирую Яндекс, и так далее, у меня есть негативные отзывы на некоторые сервисы Яндекса, которые мне не понравились. Вот, но, возвращаясь к теме, итак, у меня есть подписка на Мегуго, на целый год, есть подписка на Нетфликс, вот, и я, соответственно, уже делал видео о подписке на Нетфликс, свое мнение выскал, теперь давайте-ка я расскажу вам свое мнение. Мне, кстати, была и на ОККО, тоже подписка, она тоже закончилась. Ну, друзья, по крайней мере, по сравнению с Мегуго, вот эта подписка на Кинопоиск HD, она дает больше бонусов. Совсем недавно некоторые, у меня есть подписка, еще раз повторяю, 10 раз на год, я заходил на Мегуго, смотрю, и смотрю, так, вот этот фильм, так, из интересующих меня последних, да, я смотрю, там, воспитанный роботом, там, или как его, раз, платно, блин, Звездные войны на Кинопоиске HD бесплатно, и так далее, и Человек-паук через вселенные тоже бесплатно. И, что я хочу сказать, коротко и ясно, многие фильмы, которые платны на том же Мегуго, бесплатны, почему-то на Кинопоиске, друзья, там, где мне надо было платить, да, здесь ничего этого не надо. Сейчас, значит, я вам хотел вот показать пример, да, и как раз показать, ну, друзья, я, конечно, не буду открывать, я надеюсь, что вы мне верите, да, вот, на слово, что я замечаю, ну, вот, Дитя-робота, вот, совсем недавно, там было платно, здесь абсолютно бесплатно, по подписке смотри сколько хочешь. И другие фильмы, сейчас я уже не буду, не вспомню все, но был ряд интересных фильмов, вот, даже здесь некоторые, я думаю, что там на Мегуго будут платные, не смотря на то, что есть подписка, там есть тоже бесплатные фильмы, да, там тоже есть бесплатные, но именно интересующие меня и платные были на Кинопоиске HD. Плюс мне, в общем-то, нравится интерфейс, вот, Кинопоиск HD мне нравится, тут, мне кажется, все логично, понятно, не засорена, не засорена лишней информацией, ну, вот, да, о Гарри Поттере, по подписке, ну, так, 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 тут я могу посмотреть, нет, меня требует еще одну какую-то, а, значит, нет, значит, друзья, все, я вспомнил, вспомнил, я смотрел, вот, видите, как в голове все перепутывалось, но я прошу прощения, если я ввел вас в заблуждение, именно Гарри Поттера всего бесплатно, полностью, по подписке я смотрел на ОКО, просто она у меня уже закончилась. Вот, видите, вот где-то, как и акции, да, во всех, значит, вот этих магазинах, то же самое здесь, что-то платное здесь, что-то там, но, по крайней мере, с Мегу Го, пока выиграют Кинопоиск. Так, интерфейс, давайте вернемся к теме, интерфейс мне нравится, он четкий, понятный, не засоренный, все яркие, вот эти логотипы фильма, все, вставки, мне даже больше нравится дизайн, в общем-то, почему-то, чем у Нетфликса, ну, больше, ну, больше он мне нравится. А плюс на Нетфликсе, конечно же, еще огромное количество фильмов, сериалов, не на русском, на английском, на других языках, ну, кроме русского, русского, ну, не так уж и много, но, хотя, добавляются. Это первый нюанс. Потом, по поводу сериалов, здесь есть сериалы, которые, значит, которые именно эксклюзивные для Кинопоиска HD, это хорошо, это тоже радует, это хорошая озвучка, всегда хорошее качество и так далее. Потом, смотрите, мне просто подарили три фильма, сказали, выбираю любые три фильма, и я раз выбрал, я как бы их купил, да, и эти фильмы мне, кстати, понравились, кстати, я не знаю, почему на вкус и цвет товарища нет, еще раз скажу, но, вот эти последние Звездные войны, вот они, последние, мне понравились больше, чем все вот эти предыдущие серии, ну, уже более-менее современные, больше, чем все, то есть, самые последние, почему-то так. Так, плюс фильм 1917, обратите внимание на заставку, как все выглядит, продолжить просмотр, да, видно уже в финале, баллы. Вот еще одна основная особенность, которую, кстати, Мегуго уже, по-моему, тоже добавляет, это на Нетфликсе, у них своя система оценки, я не могу понять вообще, что там, вот система оценки, напишите в комментариях, если вы разобрались, как на Нетфликсе определить хорошее, потому что они, естественно, все сами производят свои фильмы, естественно, они же не будут вам показывать, что рейтинг на наш фильм, извини, там, ужасен, он ужасный, и ни в коем случае не смотрите наши фильмы и сериалы, потому что у них плохой рейтинг. А вот кинопоиск так делает, я захожу на этот фильм, да, так, надеюсь, ты не начнешься, так, он начинается, почему-то, хотя я хотел посмотреть превьюху. Вот, значит, о фильме, детали, детали, и я вижу оценку, вот здесь она более-менее маленькая, да, но вот фея, захожу сюда, и здесь тоже опять вижу оценку, 6,7. На Мегаго тоже есть, да, и я могу, соответственно, понимать вообще, это фильм, его оценили люди, он понравился людям или нет, это огромный плюс по сравнению с тем же Нетфликсом, на котором, опять же, скажу, что реклама может быть там очень классная, все очень круто, но в реальности просто ужасный фильм. Друзья, так что, в общем-то, я бы и рад был, я тоже люблю поругать что-то, да, если это заслужено, но, по крайней мере, я удивлен сам, но, в общем-то, кинопоиск HD, это один из, в общем-то, лучших онлайн-кинотеатров, которые, по крайней мере, я, которым я пользовался, и которые мне понравились по интерфейсу, по дизайну, по то, что я получаю за подписку, вот так вот, друзья, вот так вот, так что, что можно еще добавить? Вот, собственно, и все. Ох, это не реклама, еще раз, я не рекомендую или там не советую все бросать и там подписываться, как видите, у меня, я пока еще не платил за подписку, она у меня бесплатная, и вообще неизвестно, буду ли я продлять, вот, но вот такой вот короткий и ужасный, вот, да, но это мой, и, соответственно, отзыв, что я считаю, и, надеюсь, вам было интересно, полезно, вот так вот, и, в общем-то, у меня положительные впечатления остаются о кинопоиске, так, ну, подождите, надо еще что-то отрицательное сказать, да, надо что-то же отрицательное, так, потому что так будет нечестно, да, а, да, вот он, отрицательное, здесь нельзя, вот, на око, по-моему, я могу зайти и смотреть там бесплатный контент, даже просто если у меня есть аккаунт, так вот, если у вас заканчивается подписка на, или у вас не было подписки на кинопоиск, нету, просто вы не заплатили или не получили бесплатно, вы не сможете ничего здесь посмотреть, вот это минус, друзья, так что, вот, надеюсь, вам было интересно, всего доброго, всем пока, до свидания.